Привет, народ! Для вас, возможно, прошел один день, для меня же прошло буквально 10 секунд, пока я нажимал кнопку остановить видео и вернуться к записи. Так, заходим сюда, смотрим на... ну, хотя бы силы у них сами не восстановились. Так, поскольку аккаунт не мой, я не знаю, кто тут есть. А, я вижу, здесь есть SubZero. Кстати, дети роботы. Тут все роботы или не все роботы? Что за аккаунт такой? Так, одного робота вижу, второго робота вижу, третьего робота вижу. Так, с роботами тут вроде бы порядок. Хотел я поиграть роботами, поскольку на своем аккаунте я еще этого не сделал. Так, давайте вот сюда зайдем. Хотел я было дело, знаете, качнуть SubZero. И тут мне в первой битве встречается чувак с ником «Придаю тебе привет» 4PDA карак. И не знаю, что там было, но... Короче, поймел он моих ребят просто настолько быстро, что я даже не сообразил, что там произошло. И SubZero мой вместо уровней там 80 с двойным опытом получил всего лишь 4 уровня. Так, он что, 50-го... Ага, так. И заодно на чужом аккаунте и испытаю вот эту фигню с морозилкой. Так, качаемся. Качаемся, качаемся, качаемся. Готово. Ууу, лучший на рентген. Тун-тун-тун-тун. Так, техно-блиц. Техно-блиц. Си-е-моё. Качаемся. Сейчас будем кибер-инициативу. Я думаю, этот ролик пройдет в том же духе, что и предыдущий. Я буду в основном тупо о чем-то триндеть, не вникая в происходящее на экране. Дадим мы ему смока? Поджигать что-то мне их не хочется. Хотелось бы, знаете, кем поиграть. Сарекс у него тут есть? Да, есть у него Сарекс. Что там Сарекс вообще делал? Так, критические удары, критические уроны, бла-бла-бла. Смока я взял для того, чтобы силу забирать, но надо ли оно? Надо ли оно мне, такому богу, истощение силы? Все персонажи похищают 50% любой силы и распределяют ее между собой. Надо ли оно мне? Вот в чем вопрос. А с Абзирычем я еще не играл. Я хочу Абзирыча. Во. Обычно у меня здесь сектор стоит. Ну ладно, будет Абзира. Так, погнали, погнали. Я чувствую силу. Блин, 7 бит, наверное, ставить не буду. Или поставить. 7 бит, я хотел алмазами поиграть. Пусть будет 5 бит. 7 бит будет в следующем ролике, когда я добавлю Девору, который еще не играл. Вы что, гоните? Нет, тут явно надо что-то выйти и таки поставить, наверное, 7 бит, так как, ну, первого левела... Первого левела. Первого слияния китана. Это что, блин, шутка такая? Это не, ребята. Тогда уж 7 бит. Все, все, не будем ждать. Не будем ждать следующего ролика. Чувствую, блин, я чувствую, я чувствую, что всех нагнул. Тут не факт, что соперники. Блин, первого-то что за фигня? Ну, что за фигня? Вы знаете, как можно покинуть турнир? Как можно это дело все улучшить? Это дело мы сейчас улучшаем вот таким способом. Ух ты, даже здесь можно выбирать. Мы сразу же оденем бойцов. Ой, тут столько всего необычного. Но я по классике по своей соберу. Ну, или не по классике. Так, опустошитель. Ага, тут сильно не разгонюсь. Ладно, давайте вот такого бойца сделаем. Опа, опа, опа. И пофиг, что я выбрал. Я верю, я верю в силу талантов, ребята. Ой, Трайборг не прокачан. Тоска, печаль. Что? А кто у меня там последний? Сарекс? Трайборг. Сарекс у меня будет самым сильным дядькой. Сарекс, что тут тебе дать? Источник? А, пофиг. Источник. И пусть это будет. Так, все, Сарекс. Сарекс, ну что у тебя такое камп? Сарекс не прокачанный. Сейчас увидим, как поменяются соперники после того, как я их качнул и захожу уже одетыми. Тут не факт, что пустит. Возможно, мы превысим эту фишку силой и жизнями и придется кого-то раздеть. Так. Уже палец устает тапать. А, я надеюсь, у нее денег хотя бы на это хватит. Так. Так. И еще один Трайборг, который тоже не прокачан. Сейчас мы это все по Береку сделаем. Так. Два, два, три, три. Блин, надеюсь, того лимона, что тут висит, мне хватит на все мои эксперименты. Так. Одеваем. Одеваем, парня. Опустошитель. Где-то тут должна быть его Бронька. Мне почему-то хочется выпустить его с родной Бронькой. Бронька, а ты где? Вот она. Блин, она вообще в заднице какой-то. О! Ну что, упаковал, не упаковал? Та все. Та все. Блин, аж играл зависать. Так. Пять битв. А ну-ка, давай мне других. Не хочу играть. Той фигней первого уровня. Мне нужны сильные соперники. О-о-о-о. Против меня будет Дестроер. Вот это я понимаю. О Милене мы все знаем. О Борака мы также многое знаем. Как он это говорит? Борака. Что-то там, что-то тут мутное. Давайте я второй раз его вижу. Хотя похрен. Сейчас я передам привет еще одному моему подписчику, который не любит, когда я захожу сюда что-то читать. Ух ты, какая штучка. Посох. Бодзюцу. Судя по тому, что у него не все до конца вкачано, возможно, ничь так. Ладно. Поверим в силу талантов и даю обещание, что не буду заходить читать о соперниках. Я верю в этот аккаунт. Он действительно показывает, как круто быть читером. Ой, что-то она умерла. Что ты там сделал? Ого, блин. Ты серьезный парень, блин. Серьезно, да. Это все серьезно. Молодец, молодец. Ой, а что не так быстро умирает? Что, кто-то было весело. Черт, мне понравилось. Это было очень весело. Наверное, такие чувства испытывают читаки, когда играют. За 18 секунд справился. Ну, такое у меня было только, когда... Только появился Mortal Kombat. И у меня в отряде было это... Кейси Кейдж. Та, которая... Спецназ или спецагент. Или как она там называлась? Короче, вы поняли. Та, которая ударом со спутника валила. Так, так. Не, ну все. Теперь этим сыграем. Так, он тоже, вижу, не слабый парень оказался. Хотя, я почему-то с моком не считал особо сильным парнем. Ого, ничего себе. Ты силу забрал. Молодец, крутой. Ого, как весело. Черт, не, ну возможно, тут я избиваю... Обычных... Обычных... Обычных ничи таков. И я не знаю, что они видят там. Нападают ли на них или не нападают. Знаете, к примеру, на меня никогда не нападают. За все время... Семь раз только на меня напали. Это было, наверное, более года назад. Я помню, тогда даже это дело отпраздновал. Заказал пиццу. Я там дал слово, что, типа, куплю пиццу, если на меня нападут. Так, все и произошло. Так, все, теперь играем с Айрексом. Ну, надо же как-то разнообразить эти супер-битвы. Я не пойму, что там сделано на этом аккаунте, что роботы так больно льют. Что такое, Рейден? Не ожидал. Тут выскочил Бор Рака. Но это не тот Бор Рака. Какие тут могут быть эмоции? Я не знаю. Можете, да, писать, кстати, в комментариях, что вы думаете о читерах. Но явно, походу, попадаются, наверное, не читаки. Все-таки аккаунт создан. Вы видели его ник. Для нагибания совсем других людей. Здесь бедняжки попадают тупо под раздачу все подряд. Но представим, что мы читеры. И, наверное, такие эмоции испытывают. Они от победы над обычными игроками. Типа, это круто и все такое. Быстро битвы идут. Я специально не делаю спецприема. Да ты чё? Обычно вот так сопротивляюсь я. Вот когда... Да, сейчас мы глянем, сколько секунд здесь было. Ну, там до 30 секунд, я думаю, да? 26 секунд. Вот обычно на стороне этого соперника, который только что получил по мордасам, я выступаю. Я такой непонятный, как, блин, что за хрень? Почему у него не забираются жизни? Или я только что выполнил рентген, а он забрал 1 четвертую всего здоровья? Как-то... Не, ну тут явно избиение младенца. А, почему-то фишка не сработала. А может он не так прост? Блин, я не знаю, что происходит, но что-то страшное. Так, я специально на таком расслабоне переключусь на второго робота. Интересно, вот этот... Сержук. Или Сергук. Это просто обычный парень, или это... Ну, судя по тому, что он не особо злобный, и у него силы не восполняются, и то он подобное не лупит подряд одними рентгенами. Скорее всего, это обычный игрок мне попался. Вообще-то этот ролик затевался, чтобы глянуть, что такое морозилка. Ну ладно. Я уже в предвкушении моего третьего ролика, когда я поиграю Деворой, которая у меня еще не прокачана. То есть она у меня есть, и без слияний. Один раз выпало. Что, все, пять битв прошло так быстро? Да. Ладно, ребята, на этот раз я буду еще более лаконичен. До новых встреч. И думаю, я сделаю еще один третий ролик, в котором действительно выберу семь битв. Что, всем пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!